В театр, вот мы сейчас, кстати, и перейдём. У нас какие-то сидят анонимные театралы и донатят. Да. Потому что сейчас мы будем разбирать режиссёра. Он изначально из Гатчины, да, то есть из Петербурга, условно скажем. Сейчас он в Москве главный... Кто он? Он не худрук, он главный режиссёр. Так, значит, он российский режиссёр, его зовут Юрий Николаевич Бутусов. Да. Не путать с другим каким-нибудь Бутусовым. Значит, он был режиссёром Санкт-Петербургского академического театра имени Лен-Совета. А с 2018 года он главный режиссёр театра имени Евгения Вахтангова в Москве, я так понимаю. Да. Тоже очень интересный персонаж. Да. Они у нас так это прикольно с предыдущим парочкой попались. Да, да. И вот нам его заказывали типировать. Это тоже человек, о существовании которого мы не знали вообще ничего. Ты тоже не знала? Нет, я не знала. Питерские театральные боты. Я была в театре Лен-Совета, но про него я ничего не слышала. Вахтанговцы пошли. Поэтому наши зрители, те, кто нам донатит на знаменитости и добавляет их, они нас ещё принудительно, культурно обогащают. Обогащают, да. Потому что никогда бы мы вообще не знали про таких людей и чем они занимаются. Потому что вообще лично для меня театр это вообще какая-то тема такая непонятная. Ну, Тимур просто не сталкивался с нормальным, с театром здорового человека. Ну и вообще с театром всё на самом деле непросто, потому что сейчас, на мой взгляд, очень странные тенденции есть, присутствуют в театральной жизни. Хотя я давно не была там на большой России где-то в театре, но всё равно это заметно. Вихтюг ещё помер недавно, да? Ну да, да. Кстати, мы его типировали, он Гамлет. Я не помню, мы рассказывали на каком-то вебинаре публичном или нет. Вот. Вот, ну а вернёмся к нашему Юрию Бутусову. Ему сколько ему лет-то? 59 лет. Он такой моложалый. Кто-то сказал, что он дед. Вы что, ребят, 59 лет это в расцвете сил. Ну это ещё очень даже, учитывая, что у нас сейчас молодёжь до 35 лет. Подняли молодёжь. Подняли. Пенсионный возраст подняли и подняли молодёжь тоже. Продлили. Просто указом можно продлить молодость. Почему бы и нет? Тут вот кто-то любит комедии в крутом театре. Я люблю что-нибудь более мрачное. Где-то состояние души. Ну, кстати, да. Ну да. Такое тоже бывает. Чем-то на Тимура похоже. Ну тоже глаза, нос, рот. Очень, да. Ну он, я тоже не брит немножко, он сильнее не брит. Вот, мы смотрели его. Блин, я хочу показать, или хотя бы дать вам послушать. Да, я хотел показать вам. Блин, это настолько, ребята, настолько гениально. Палевно. Это настолько гениально и палевно. Одновременно. То есть ты прям интервью сейчас включишь? Я хочу включить фрагмент, да. Я хочу включить фрагмент. У нас впервые такое будет на стриме открытом. Потому что это было восхитительно. А что именно тебе так запомнилось из тех палевных моментов? Как он описал свою базовую функцию. Вы говорите, что хотите найти другие отношения со зрителем. А чего вы хотите от зрителя? Спасибо. Да. Моя задача сделать так, чтобы человек в зале перестал чувствовать себя зрителем. Чтобы он стал создателем практически того, что он должен взять то, что ему дают. И у него в голове начался новый процесс создания своей жизни, своего спектакля. Чтобы он растворился во времени и в пространстве. Чтобы, знаете, как в самолете. Я сижу, но в то же время я двигаюсь со страшной скоростью. И в какой-то момент я становлюсь самолетом. Мое время, мой ритм, моя внутренняя жизнь начинает совпадать вот с этим. Я перестаю быть личным, почти личностью какой-то. Я хочу достичь, чтобы мы достигали этого состояния. В какой-то момент, когда человеку становится все равно, сколько это идет. Потому что, ведь самолет, это же прекрасное место. Такое же, как Сапсан. Это прекрасное место, где нет ни начала, по сути дела, ни конца. Где ты становишься временем. Где ты двигаешься. И понятно, что ты один. И в то же время ты все. И поэтому я страшно люблю поезда, вокзалы, аэропорт. Когда ты переходишь с линии, где написано «подождите», и нельзя пользоваться телефоном, и входишь в это пространство, это не потому, что там дьюти-фри, а потому, что это счастье. Потому что в этот момент тебе никто не позвонит. Я недостижим сейчас ни для чего. Я один, сам с собой. Я очень люблю это чувство. Я поэтому, наверное, люблю так ездить. Потому что, когда я лишаюсь этого состояния, я начинаю нервничать и терять смысл. И я хочу, чтобы зритель это тоже получал. Была бы и у него, да, вечности, ежесекундно. В общем, это базовый белый интуит. И не бальзак. И не бальзак на этот раз. Он этик. Процесс по воле. Ну да, процесс, кстати, у него воля процессионная и эмоция процессионная. Он, скорее всего, Чехов. Он, скорее всего, Чехов. И вот как раз-таки вопрос был очень в тему, которую задавали буквально, когда мы начали про него рассказывать. Театральный режиссер. Да. Чтобы быть театральным режиссером, нужна ЧАЭС, либо воля высокая. А если и то, и то, то вообще супер. И это вот как раз Есенин, судя по всему, высокой волей, который стал режиссером, еще и пошел на повышение. Вот его в Москву пригласили, и он там работает, ставит спектакли. Вот. Деловая логика при этом ему не нужна, потому что эта сфера другая совершенно. Там ему нужно людей собирать до кучи и воплощать некий творческий замысел. А это все требует организаторских каких-то способностей, связанных с волей. Вот. То есть не ставить на какой-то там, на коммерческие рельсы, например. У него там дико бомбило в каком-то из интервью, он рассказывал, что все эти вопросы коммерческого характера очень сильно его раздражают, бесят. Что они убивают все. Но это правда, когда у тебя эта слабая функция. Если тебе вдруг приходится заниматься этими вопросами, ты не можешь жить, ты не можешь существовать, потому что тебя это ограничивает, ты в этом не свободен. Поэтому да, для него это реальность. А кто-то, наоборот, с помощью этих вопросов сможет себе там жизнью как-то улучшить и сделать легче, проще и не почувствует какого-то дискомфорта. Поэтому это очень показательно. Ну, эмоция вот у него третья. Причем он сам там, если я не ошибаюсь, он рассказывал, что сам он актером быть не очень-то у него это... У него не получилось, он хотел. Да, то есть как бы, ну вот третья эмоция не смогла, но зато смогла высокая воля. Поэтому наш вот этот вот Есенин, он реализовался с позиции высокой своей функции. При этом у нас уже был театральный режиссер, бытанский этик, с третьей эмоцией, это муж Собчак. Как его? Богомолов. Только там Гамлет. Вот, а тут Есенин. Вот, и у нас, кстати, есть на канале интервью с девушкой Есениным, которая Чехов по психософии, с третьей эмоцией. Вот, поэтому Еси со второй волей, вот как раз в тему, да, был, были у нас такие, да, бывали уже. Поэтому у нас в нашу таблицу не добавился новый, новое сочетание, то, что такой человек даже не один у нас уже был. Да, и у него в интервью... Даёшь психокекс? Психокекс. Так, с 4 литра, здравствуйте, 4 литра. Здравствуйте, 4 литра, спасибо, Бзадонат. Спасибо. Психокекс. В его интервью, во-первых, очень ярко видна велоинтуиция, большое количество этики, этика у него звучит макораспектом, тоже, если кому-то интересно, обязательно посмотрите. При этом очень много он рассказывает про процесс по воле и про процесс по эмоции. У него там, он рассказывает про то, что театр, он нужен для того, чтобы мы все учились проживать всякие разные сложные эмоции, чтобы из нас-то выходило. Выходила телепарка. Это прям позиция третьей эмоции, потому что человек сам испытывает эти сложности и делает это там и для себя, и для других людей. Это очень интересный, кстати, способ реализации вполне себе. У нас уже не первый человек с третьей эмоцией, который по тройке прям реализуется и выбирает это в качестве какой-то основной деятельности. Телеканал «Культура» – это такой канал интуитский очень. Причем там этики интуиты, их вот, вот особенные этики интуиты. Ну да, вот эта Дарья Златопольская, которая Гамлет тоже, которая перетягала к себе целую кучу всяких режиссеров, актеров. И у нее там… И тоже Гамлетов, кстати, часто. И тоже Гамлетов, да, вот у нее есть интервью с кем там. С Меньшиковым, который Гамлет, с Петросяном, который Гамлет. Ну, короче, много с кем. И это забавное такое совпадение, интересное. И не случайное, потому что соционические законы, они работают вне зависимости от того, знаем мы про них или не знаем. Ну да. Еще очень интересно, этому Бутусову задавали вопросы всякие про деловую логику, и он съезжал в белую логику. Он говорил, что, ну, есть разные подходы, ну, есть разные концепции, ну, там, бывает по-всякому. То есть он какие-то процессы объективные рассматривал скорее с позиции пустоватой логики, с позиции того, как это в целом может быть. Так, американский какой-то психолог Джей Джозеф, что можете сказать? Мы такого не знаем, поэтому сказать ничего не можем. Если вы хотите, можете заказать какое-то видео на русском языке его, и мы его посмотрим все вместе и прокомментируем. Вот, Безруков, да, совершенно верно. Безруков, Меньшиков, Богомолов у нее все были. А, ну да-да-да, то есть она всех там тождиков перетягала к себе. И, кстати, офигенно типировать по ее интервью. Особенно если это Гамлет там или Есенин. Да, у Бутусова, вот этого Бутусова, который Юрий Николаевич, который у нас сейчас на экране, у него 4 литра, да. То есть логика в театре, она не особо нужна. Ну, именно психосовская. Да, ну единственное, конечно, может быть он вдруг этот Эйнштейн. Лвэф. Потому что физику, логику у него не так, чтобы заметно. Просто Чехов это наиболее распространенный тип, поэтому если мы видим у человека четко вторую волю, третью эмоцию, мы заранее предполагаем, что это скорее Чехов. Ну, конечно, Эйнштейн вдруг, вдруг будет как вариант. Серьезно занимался конским спортом. А, ну да. Так что вряд ли. Тогда да, тогда вряд ли. Физика скорее высокая. Вот. Студенческие работы, дипломные работы у него тут. Вот в общем он по театральной вот этой деятельности очень давно. Работал по специальности. То есть все, режиссерский факультет окончил. Работал режиссером. Ну, то есть как раз хорошая такая специализация, реализация для высокой физики воли, это быть управленцем. А вот уже в какой сфере, то есть если мы возьмем, например, Дональда Трампа, там где Наполеон, да, и тоже Чехов, то ему лучше что-нибудь такое по конкретней, по осязайме, там какой-нибудь бизнес, строительство, медицина, вот что-нибудь такое. А если мы берем Есенина, то понятное дело, что в бизнесе и в строительстве он будет там просто, ну, нет у него шансов там нормально реализоваться. А вот в гуманитарной сфере, вот уже, пожалуйста, можно реализоваться. Поэтому, видите, как важно сочетание соционического и психософского типа, оно очень сильно показывает, то есть сферу, в какой человек реализуется. И причем вот одно без другого, вот мы скажем, что просто возьмем тип Чехов, да, то есть, ну, управленца быть, а где, в какой сфере конкретно. А вот соционический тип уже показывает, в какую направленность выбрать. Да, или если возьмем Есенина самого по себе, отдельно без психософии тоже. Ну да, работа с людьми, но с какими людьми, в каком количестве, в каком формате, управлять людьми, не управлять людьми, там, преподавать. Не преподавание, не преподавание, психология, не психология. То есть, вариантов масса и психософский тип помогает сузить вот эти критерии. Вот. Так что, такие вот дела. Значит, мы про этого Юрия Бутусова рассказали. Да, кто у нас тут анонимные театралы? Анонимные театралы, но вот кто-то... Это все Василий? Я не знаю. И у нас еще там какие-то вот на Бусти есть вот какие-то режиссеры, кинорежиссеры, кинорежиссеры. Вот у нас их много. Авторы книг, ну, писатели у нас уже бывали. Блогеры. Тесак Мартин Кейдж у нас есть, точно надо его добавить. Вот это самое, в бегущую вот эту строку. Блогеры какие-то, не знаю, кто это. Ну, узнаем. Лаврентий Берия, Макс Фрай, Нурсултан Назарбаев, Хабиб Нурмагомедов, Михаил Лапковский, психолог, который достаточно известный. Один из таких топов. О, нам Стаса Ай как просто заказали. Да, был такой. Но он висит у нас в очереди. Когда наберется, тогда доберемся, собственно. Субтитры создавал DimaTorzok